Лебединое озеро Номер «Белый лебедь» в исполнении ансамбля танца «Сибирский сувенир» зрители впервые увидели в 2010 году. В фореографических кругах его сразу же признали абсолютно новой постановочной формой. Триумфальные победы на масштабных конкурсах и фестивалях, признание мэтров российского искусства, выступления на знаменитых площадках со звездами и именитыми коллективами – все это стало возможным после появления данной постановки в репертуаре ансамбля. Номер «Белый лебедь» – это один из самых сложных номеров. И я очень рад, что мне дают возможность так двигаться на сцене и показывать себя и русскую культуру. А началось все в 1993 году, когда Вадим Викторович Константинов, художественный руководитель ансамбля танца «Калинка», впервые услышал музыкальную композицию «Как по горкам, по горам» в исполнении хора имени Пятницкого. Эта тема очень ему полюбилась, однако воплощение в танце нашла только спустя 12 лет. Основная задача была не демонстрировать, скажем так, какие-то птичьи забавы, которые очень часто на сцене в народном танце присутствуют. Там Смоленский гусачок, хотел что-то сильное, мощное, оригинальное, но тем не менее что-то изящное. Получился вот такой у нас как бы замечательный номер, который, по оценкам специалистов, является новым направлением в народной хореографии. Первые танцевальные комбинации Вадим Викторович сочинил и выдал танцорам в 2008 году. И на протяжении еще двух лет они оттачивались артистами в тренажерном зале. Колени подкашиваются, можно сказать, уже с самого начала, потому что выход очень мужской мощный. Под конец сделать последнюю партию, это, я думал, невозможно, но мы это делаем. Уже там, когда набором идем в финале, просто сил нет, а потому что надо девчонку поднимать. Это очень сложный номер, он легко никогда не дастся, если ты выложишься полностью, подашь себя так, как надо себя показывать на сцене. Это невероятный номер, очень сложный. Ну, справляемся с поставленной задачей, слава богу. Премьера «Белого лебедя» состоялась в 2009 году на открытии сезона, и уже в феврале 2010 года «Сибирский сувенир» вышел с данной постановкой на конкурсную сцену. На легендарном фестивале «Факел» артисты ансамбля оказались впервые. Масштаб этого конкурса переоценить невозможно. Великолепная организация, невообразимое шоу, знаменитые гости и самые зрелищные мероприятия. В составе жюри истинные профессионалы, мэтры российского искусства и культуры, личности, известные и уважаемые как в России, так и во всем мире. Уровень фестиваля был очень высок, это все требовало серьезных подготовок. Даже на фестивале, когда мы были на месте, у всех были свободные часы, а мы пытались использовать это время с толком и постоянно тренировались. У нас очень сложные танцы, чтобы их станцевать, нужно серьезно готовиться, а на этом фестивале особенно, на 200-300% мы выложились. Вот такой интересный случай на конкурсе был, как бы нагрузка в номерах очень высокая в мужском составе. И вот одному артисту уже сил не хватало на сцене. Он еле-еле дотянул до финала, говорит, я уже практически зрительный зал не видел, контролировал только кулисы, в которые надо упасть, если что. Номер закончился, артист шагнул за кулисы и упал, без сил, скажем так. А все уходящие за ним, запнувшись об него, естественно, создали там большую кучу таких мужских тел, которые так дышало. Комментарии там были излишни, ну а такой самый простой комментарий, что соперники не умеют выкладываться так, как выкладывается артист ансамбля «Калинка». Выступление сибирского сувенира на факеле с номером «Белый лебедь» произвело настоящий фурор. Ансамбль прошел три отборочных тура и стал первым в истории фестиваля народным коллективом, получившим гран-при во взрослой возрастной категории. Битва была до последней капли пота. Чем больше соперников, тем слаще победа, тем интереснее победить. Когда ты выигрываешь, побеждаешь, эта грусть ответственности в себя спадает, и ты с чувством выполнена долгой, с улыбкой на лице, лежишь в сташе и с этим кубком гран-при. Уже на втором туре «Факела» Александра Андреевна Пермякова пообещала, что запишет фонограмму для номера «Белый лебедь». Такое событие представлялось совершенно немыслимым, ведь коллективы с таким статусом сотрудничают с любительскими ансамблями крайне редко. Подобного не происходило никогда, однако Александра Андреевна сдержала свое обещание. Сегодня номер «Белый лебедь» исполняется под фонограмму, специально записанную для ансамбля «Сибирский сувенир» государственным, академическим, русским народным хором имени Пятницкого. Одержав триумфальную победу на «Факеле», «Сибирский сувенир» лично от Александры Андреевны Пермяковой получил приглашение на 20-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Так, 13 июля 2011 года танцевальный коллектив из глубинки Сибири вышел на одну сцену с государственным, академическим, русским народным хором имени Пятницкого. Это была самая невероятная победа из всех, ведь возможность представлять Россию на этой площадке выпадает далеко не каждому профессиональному коллективу.